Десятки гектаров земли удалось вернуть в оборот специалистам регионального управления Россельхознадзора в Ромешковском районе. В октябре прошлого года, проводя проверку, сотрудники ведомства выявили огромные площади, зарастающие сорняком и кустарником. Получив предписание, владелец угодья поспешил исправиться, несмотря на непростое экономическое положение. Когда три года назад Станислав Пахомов становился аграрием, дела начинал вести с размахом. Приобрел и взял в аренду около 700 гектаров земли, завел стадо в несколько сотен голов крупного рогатого скота. Дела пошли, что называется, в гору. Однако экономический кризис ударил и по его хозяйству. По голове пришлось сократить. Часть полей начала пустовать, постепенно зарастая. Желающих купить ставшую невостребованной землю так и не нашлось. Никому не надо. Сколько раз пытались продать? Ну, объявления висят до сих пор о продаже земли. Так звонят, спрашивают. Но, видимо, у людей тоже с финансовыми достаточно тяжело. Десятки участков зарастающей земли не понравились сотрудникам областного управления Россельхознадзора, которые в октябре прошлого года посетили эти территории в ходе плановой проверки. В итоге аграрий получил предписание сделать так, чтобы сельхозугодья перестали походить на целину. Собственнику земель было выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения на момент рассмотрения протокола. Собственникам был предоставлен проект мелиорации земель. За мелиорацию Станислав принялся активно. Так как имеющаяся в наличии техника предназначена для уборки трав, пришлось нанять тракторы и бульдозеры на стороне. По окончании рекультивации все поля этого фермера должны прийти в такое же состояние, когда трава вырастает, вот как вон унта, видите, где-то до пояса, ее потом скашивают и затем сворачивают в такие рулоны, которые пойдут на корм коровкам и бычкам. Станислав при этом признается, что в указанный срок, до конца июля, он не успевает провести мелиорацию всех заросших земель. Поэтому будет просить об отсрочке. Ходатайство это в Россельхознадзоре, скорее всего, удовлетворят. Принимая во внимание то, что аграрий попал в поле зрения в первый раз, а также то, что он планирует и дальше развивать свое предприятие. А успешных христианских хозяйств у нас и так не слишком много.